Американские учёные выяснили, что через 25 лет в Арктике летом не будет льда. К 2040 году Северный Ледовитый океан в летний период может полностью освобождаться от ледяного покрова, считают специалисты Национального управления США по исследованию океана и атмосферы. По словам учёных, минувшей зимой в Арктике отмечено наименьшее количество льда, чем в любой другой период за всё время наблюдения со спутников. Однако другой американский климатолог, сотрудник Института имени Каттона, выразил сомнение в обоснованности такого прогноза. В своей публикации он также подчеркнул, что подобная ситуация не должна вызывать особой тревоги, поскольку имеется множество доказательств того, что в прошлом такое уже бывало, и при этом белые медведи и вся остальная живность там умудрялась выживать. Учёные утверждают, что 6-7 тысяч лет назад был период, когда Арктика могла время от времени освобождаться от ледяного покрова. Воздушно-десантные войска в следующем году проведут новую арктическую экспедицию. Во время проведения зависит от климатической ситуации, скорее всего, она состоится в марте-апреле. Весной этого года в ходе экспедиции десантники Ивановского и Псковского соединений ВДВ успешно высадились на дрейфующую льдину в Северном Ледовитом океане и построили там базовый ледовый лагерь. Впоследствии российские десантники при температуре ниже минус 30 градусов успешно выполнили учебную задачу по спасанию людей на льдине. В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО. Экипаж Ил-76 военно-транспортной авиации впервые совершил посадку на аэродром на одном из островов архипелага Земля Франции и Осипа. Самолетом были доставлены более 80 человек и около 3 тонн различных грузов, предназначенных для строительства и развития инфраструктуры на архипелаге. Длина взлетно-посадочной полосы временного аэродрома на архипелаге составляет 2500 метров. Полет Ил-76 выполнялся в сложных метеорологических условиях, прошел в штатном режиме. В настоящее время инженерно-технический состав готовит самолет к обратному вылету. Подразделения беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Восточного военного округа, дислоцированные на Чукотке, приступили к мониторингу арктической зоны. Расчеты беспилотников будут выполнять задачи по ведению объективного контроля за обстановкой в Российской Арктике, в том числе экологической и ледовой в ближней морской зоне и на участке Северного морского пути. Беспилотные комплексы на вертолетах Ми-26 могут быть доставлены в любой район для ведения мониторинга обстановки в интересах судоходства и проведения поисково-спасательных операций. Как сообщает МЧС, общая стоимость полезных ископаемых, сосредоточенных в арктическом регионе России, превышает 30 триллионов долларов. Постепенно центр тяжести нефтегазодобычи России будет смещаться на шельф арктических морей, считают специалисты министерства. Караван судов со стройматериалами, техническим оборудованием и топливом для объектов Северного флота достиг острова Котельный. Ранее сообщалось, что суда задерживаются из-за сложной ледовой обстановки. В проливе Велькицкого караван вынужден был двигаться со средней скоростью полтора-два узла. Толщина льда по маршруту движения достигала двух метров. Рейс по доставке грузов для Минобороны на остров Котельный судами Мурманского морского пароходства стал первым в текущем году. Караван из двух судов доставил более 14 тысяч тонн грузов для обеспечения и развития инфраструктуры Северного флота в Арктике. Переход по Северному морскому пути от мыса «Желание» в сопровождении атомного ледокола «Ямал» продлился более 10 дней. Индийские компании могут принять участие в разработке российского арктического шельфа. Существуют планы по привлечению индийских компаний к разработке месторождения углеводородного сырья на российском арктическом шельфе. Стороны заинтересованы в осуществлении ряда других совместных проектов. В частности, индийская сторона выражает интерес к процессам евразийской интеграции. В городе Лабытнанге и селе Оксарка Приуральского района Ямала впервые будет зажжен вечный огонь. Сейчас в этих населенных пунктах идут заключительные проверки систем устройства вечного огня. В столице Приуралье его обустройство производилось одновременно с реставрацией мемориала воинской славы на главной улице районного центра. Торжественная церемония зажжения вечного огня состоится в Оксарке 8 мая. В Ямало-Ненецком автономном округе 42 памятника и обелиска, посвященных периоду Великой Отечественной войны. Из них 14 – мемориалы с вечным огнем. В военные годы с Ямала ушли на фронт 8982 человека, из них более 500 женщин. 2282 ямальцы не вернулись с полей сражений. По данным статистики, каждый пятый житель Ямала был на фронте, каждый четвертый из них не вернулся. Следующий международный съезд шаманов предлагается провести на острове Вайгач. Шаман Коля из Ненецкого округа, который является хранителем главной шаманской трубки мира на 2015 год, приглашает шаманов мира собраться в мае следующего года на острове Вайгач. По словам Николая, эту идею сообщили ему духи по времени давней историко-культурной экспедиции «Арктика. Миссия добра». Международный съезд шаманов из Агайса каждый год проходит в Ливангере, в Норвегии. Именно там, в прошлом году, Николай был избран хранителем главной шаманской трубки мира на 2015 год. Группа британских ветеранов полярных конвоев Второй мировой войны приедет в Санкт-Петербург для участия в торжествах по случаю 70-летия победы. 11 ветеранов из Англии и Шотландии прибудут в Петербург. Участников легендарных конвоев, доставлявших в СССР жизненно важные грузы, ожидает обширная программа. 8 мая они возложат венки на Пискаревском мемориальном кладбище, а 9 мая примут участие в параде победы на Дворцовой площади и торжественном шествии ветеранов по Невскому проспекту. Для британских ветеранов арктических конвоев, известных также как северные или полярные конвои, сложно найти их лучшее место, чтобы отметить 70-летие победы, чем Санкт-Петербург. Такое мнение высказал британский адмирал, бывший главнокомандующий королевскими ВМС лорд Алан Уэст. Спустя 7 десятилетий после разгрома фашизма память о совместном подвиге продолжает жить. Нам удалось сохранить долгую и замечательную дружбу между ветеранами королевских ВМС и ВМФ России, констатировал адмирал, заметив, что активную позицию заняли и сами ветераны. По словам адмирала, благодаря организованной кампании люди узнали больше об арктических конвоях. Кольский полуостров вошел в 10 лучших направлений для отдыха на территории бывшего СССР по версии National Geographic Traveler. В числе лучших мест для путешествий в России и странах бывшего СССР рекомендуемых редакторами журнала входит в Кольский полуостров, Санкт-Петербург и Выборг, южный берег Крыма, Кавказские горы, Памир, Минеральные воды, Пятигорск, Самарканд и озеро Иссык-Куль, Закавказье, Камчатка, Алтай и Тыван. По мнению редакторов журнала, Кольский полуостров – это как путешествие на край света. На Кольский полуостров стоит ехать летом, это лучший сезон для путешествий по Хибинам и Лавозерским тундрам. Озеро Лавозера – одно из пультовых мест среди любителей эзотерики. Они упорно считают его край, где жили гиперпореи. Природа здесь удивительно красива и приветлива. Можно отправиться в небольшой поход по горам, можно на лодке путешествовать по сложной системе озера, познакомиться с местными оленеводами и узнать быт саамов. Также, по мнению авторов журнала, стоит пожить в саамском чуме, чтобы узнать традиции и обряды. Также в топ-10 лучших направлений для отдыха на территории бывшего СССР попала земля Франции Иосифа. Изменения климата в Арктике могут означать начало новой геологической эры. Исследования группы норвежских ученых подтверждают, что климатические изменения в Северном Ледовитом океане фактически означают начало новой эры в геологии Земли. Ученые сделали такой вывод на основании многолетних исследований акватории Северного Ледовитого океана. Новая геологическая эра приведет к глобальным изменениям в климате планеты. Исследователи, наблюдая за арктическим климатом, заметили, что таяние ледников продолжается даже в период самых низких температур. Ранняя территория океана была всегда покрыта льдами, независимо от сезона. В настоящее время директор института Ян Гунмар Винтер отметил, что льды, которые ранее покрывали океан круглый год, начинают таять в летний период. А на отдельной части акватории ледяная шапка исчезла полностью. Американские исследователи заявили, что у них есть свидетельство самой низкой площади оледенения в Арктике в зимние месяцы за всю историю спутниковых наблюдений. Норвежские ученые отмечают, что молодой лед, которого становится все больше, увеличил скорость дрейфа.